В Адыгее применение специально обученных собак способствовало раскрытию более 30 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, средних грабежей, кражи и фактов незаконного оборота наркотиков. Тему продолжит наш корреспондент Белохот. Служебной собаке по кличке Бой 7 лет. Пес прекрасно справляется с поиском боеприпасов и оружия. Вместе со своим наставником, капитаном полиции Надеждой Шияновой, Бой участвовал во многих разыскных мероприятиях и задерживал преступников. По команде кинолога собака искала заранее спрятанный муляж, имитирующий взрывчатку. Тщательно исследовав местность, собака села возле одной из сумок, своим поведением указав, что работа выполнена. О способностях пса говорит и то, что месяц назад он занял третье место в межведомственных соревнованиях специалистов кинологов Юга России. Туда приезжают самые лучшие и самые достойные кинологи со своими питомцами. Готовились мы, как обычно, наши тренировочные занятия. Мы всегда готовы выехать на любое мероприятие, профилактическое, на обысковое. Малыш Бой всегда работает там, где существует реальная опасность для жизни. А вместе с ним в центре служат еще более 60 подготовленных собак. Недавно четвероногие напарники помогли оперативникам задержать 45-летнего жителя Майкопского района. Его заподозрили в незаконном обороте наркотиков. К обысковым мероприятиям был привлечен специалист-кинолог. Собака сигнальной позой обозначила тайник в водосточной трубе за домом. В нем сыщики обнаружили сверток с марихуаной. Для работы в полиции отбирают собак определенных пород. В основном это немецкие овчарки, спаниели, лабрадоры. При этом каждого пса на протяжении длительного времени тренируют. Четвероногого напарника учат не бояться шума и не реагировать на внешние раздражители. Он должен быть выдержанным и четко слушаться своего наставника. Полицейские убеждены, что настоящим кинологом станет только человек ответственный, терпеливый и с твердым характером. Отвечать придется не только за себя, но и за дрессированную собаку, которая, как и человек, рискует своей жизнью. Каждый год в Адыгее заводится немало уголовных дел по фактам хищения денег с использованием мобильной связи. В связи с этим правоохранительные органы ежедневно проводят профилактическую работу с населением. Но число обманутых граждан не снижается. О таком способе хищения денег полицию недавно заявил очередной потерпевший. Вскоре и выявили схему, которую использовал заумышленник. Она основывалась на продаже товаров через сеть интернет. Мошенник уговаривал клиента перевести ему задаток, либо сразу внести полную стоимость заказа. Но выполнять взятые обязательства он не собирался и после получения денег переставал выходить на связь. По подозрению в мошенничестве задержали 25-летнего жителя республиканского центра. Противозаконную деятельность он осуществлял прямо в своей квартире. Для этого мужчина использовал ноутбук и мобильный телефон, которые полицейскими сейчас изъяты. Изучение данных, хранившихся в гаджетах, позволило выяснить, что на его счету этот факт далеко не единственный. В настоящее время установлена причастность задержанных к 10 таким эпизодам. Отметим, что все потерпевшие проживают за пределами Адыгеи. В республике вынесен приговор участникам организованной группы. Она промышляла хищениями автотранспорта. На счету за умышленников несколько эпизодов преступной деятельности, а сумма ущерба исчисляется миллионами рублей. Летом прошлого года сотрудниками уголовного розыска были задержаны сначала двое исполнители, а вскоре и организатор этого незаконного бизнеса. Все они жители Майкопского района и их интересовали только те автомобили, на которых отсутствовала сигнализация. Похищенные автомобили они отгоняли в безопасные места для последующего разбора, а именно эти места наиболее удаленные от населенных пунктов. Данные места специально ими подбирали заранее, чтобы они не были замечены какими-либо гражданами. После чего в ночное время возвращались к автомобилю похищенному и приступали к его разбору. Суд приговорил организатора к 4,5 и одного из участников группы к 3,5 годам лишения свободы к колонии общего режима. Третьему назначено два года исправительных организаций.